всем привет с вами кекс и сегодня я покажу как делать просто сумасшедший шоколадный торт без муки для этого не нужно каких-то супер ингредиентов все можно варьировать вот собственно то что нам нужно нам нужно 100 грамм масла 100 грамм сахара 4 яйца 100 грамм миндаля без которого можно сделать 200 грамм горького шоколада темного рома 50 грамм или крепкого кофе заварить на самом деле я использовала частично покупной вот шоколад у меня остался после праздников подарили но так мне шоколад было есть просто не интересно мне захотелось сделать суперский торт причем я буквально недавно посмотрела еще старый фильм если не ошибаюсь называется судьба кондитера и там делали вот этот вот шоколадный торт оригинальный рецепт этого торта хранится просто под большой тайной это я пыталась точнее воспроизвести аутентичный рецепт итальянского торта борози борози ну почему борози борози он назван честь известного архитектора жакоба борози был создан где-то вообще в девятнадцатом веке характерными и ему является полное отсутствие муки поэтому скорее это десерт они совсем торт и после фильма судьба кондитера я не могла оставить просто так и не попробовать приготовить этот таинственный лакомый кусочек до сих пор никому не известен тот главный секретный ингредиент который очень строго хранится в тайне в тайне семье его создателя главной чертой этого десерта является слегка хрустящая корочка которая после выпекания остается такой именно хрустящий и нежнейшая срединка вкус его очень насыщенный кофейно-шоколадный просто волшебный я думаю вы просто обалдеете если попробуете хотя бы один его вкусный кусочек в общем здесь у меня 100 грамм миндаля которые я буду у меня нет кофемолки я буду измельчать обычно молоточком для чего заворачиваю полотенечко чтобы не разорвался мой пакетик и ничего там не повредилось не высыпалась моя крошка поэтому собственно измельчаю крошку пускай попадаются даже небольшие кусочки это ничего страшного у меня конечно произошла небольшая проблемка ко мне в гости идет моя подружка с ребенком и я поэтому решила и делать этот сумасшедший тортик и тут позвонила моя подружка во время как раз моего приготовления сказал что у ребенка аллергия на любые виды орехов поэтому к сожалению именно миндаль я потом не добавляю свой тортик но на самом деле этим я хочу показать то что даже без миндаля ничего страшного у вас не произойдет то есть ничего не поплывет ничего не случится то есть даже без миндаля все получится если у вас его нет так как он не дешевый так скажем вот поэтому можно попробовать абсолютно и без него этот тортик не получается большим высоким то есть вы из него там не сделайте не нарежете его на коржи он идет как полноценный десерт вы режете его на небольшие треугольнички просто наслаждайтесь каждым его кусочком он мега вкусный миндаль мы измельчили отставляем его в сторонку следующим этапом нам нужно отделить белки от желтков так как белки мы будем взбивать и добавлять их в самом конце а желтки нам понадобится сейчас когда мы будем взбивать масло в собственно сейчас все увидите вот что такого еще интересного хочется рассказать об этом десерте если я не ошибаюсь именно такой тортик наших ресторанах подают под названием чоколада только туда еще добавляют пару столовых ложек муки и по моему немножко соды сода гасится шоколадом и он такой немного более плотный вот но повыше получается можете поэкспериментировать и сделать так не бойтесь добавить туда пару ложек муки вот только хорошо просеете ее я думаю тортик у вас не упадет и не сядет ничего масло желательно оставить на пару часов ваши 100 грамм чтобы они были размягченные при комнатной температуре у меня на самом деле маселка полежала на столе может быть минут 20 не более того то есть она не сильно у меня размягчены но я буду туда вбивать желтки они у меня вошли очень хорошо здесь стакане у меня 100 грамм сахара я отвесила половину сахара я буду взбивать с маслом половину с белками поэтому сейчас я на глаз отсыпала даже может капельку меньше чем половины потому что думаю что в белках мой сахар растворится намного лучше чем в масле вот подбиваю слегка только масло с сахаром и все но так как масло там не сильно много не так уж и получается просто его именно взбить там до какой-то консистенции поэтому я просто как бы нарушая его структуру и начинаю по одному вводить желтки туда прям масло ничего не переживаю ничего у меня не расслоится ничего никуда не уйдет сахар у меня действует как абразив который растирает масло желтками и все отлично однородная структура но и желательно только не вливайте все желтки сразу а вот хотя бы разделите на три порции и тогда у вас все получится отлично в общем посмотрите все сами и вы все увидите этот десерт не требует длительного время приготовления я на самом деле потратила на все это может быть минут 15 и выпечка у меня заняла и можно было уже наслаждаться единственно этому тортику нужно будет хорошо остыть но у вас в квартире уже так будет пахнуть шоколадом что будет ощущение что вы его уже едите носом посмотрите у меня уже отлично разошлись мои желтки в маселке то есть я еще буквально так немножко по отбиваю пару минуточек зачем чтобы у меня растворился сахар сахар как раз благодаря тому что мы добавляем туда жидкость он отлично растворяется то есть абсолютно без проблем некоторые растопливают шоколад вместе с маслом а потом отдельно взбивают желтки с сахаром ну я вот делаю вот так вот вы видите осталось такая как обычное желтенькое масло я бы сказала пахнет как домашнее масло на самом деле вот просто желтенькое масло получается венчики мне сейчас еще понадобятся для взбивания белков поэтому я их сейчас хорошенько выбью и хорошо помою и обсушу чтобы не оставалось там ни жира ни воды ничего чтобы мои белки хорошо взбивались вот собственно мои четыре белка которые я отставляла в холодильник на пару минут пока взбивались мои яйца с ой точнее желтки мои с маслом добавляю туда щепотку соли и взбиваю до легкой пышности до нарушения структуры нашего белка не вводите туда не начинайте сразу вводить туда сахар потому что началась получится жидкие белки то есть чем позже вы введете сахар начнете водить сахаром в пышные белки тем более плотная у вас структура получится вот но так как сахара у нас тут не очень много допустим на 4 белка то есть осталось чуть больше чем 50 грамм сахара у меня поэтому у нас не получится структура такая плотная прямо как на безе я кстати вот решила еще добавить чуточку ванильного сахара туда чтобы ну не знаю мне кажется что пахнуть будет лучше так как у меня уже миндаль отменился поэтому туда хотя бы еще ванильки добавлю вот так как структура не очень плотная ей нельзя заставлять ее долго себя ждать то есть процессе пока вот у меня взбиваются белки одной рукой я поставила у меня по 20 секунд топится шоколад и я его достаю периодически помешала помешала и обратно поставила где-то в течение минуты в микроволновке у меня растопился шоколад если вы будете топить на водяной бане то есть то время когда будете взбивать белки поставьте свой шоколад вот структура у меня вы видели немного текучая легкая поэтому как бы это из-за того что там мало сахара на это количество вот мой растопленный шоколад то есть все уже готово шоколад я сразу ввожу масляную массу которая у меня желтками а кстати если вводить именно в шоколад который вы топили с маслом просто потом желтки шоколад у вас может свернуться и начать отдавать жидкостью у меня один раз такое было я делала подобный десерт вот и добавляла именно так и сейчас так как я решила делать вот по-другому у меня все получилось то есть лучше если честно сделать так и вот я взяла просто миксер шоколад же у меня там не такой уж прям кипяток поэтому я просто миксером подав сбила немножечко и у меня масло отлично распределилась и вы видите сразу ход и гладкая такая структура у меня получилось просто просто нежная такая масса на шоколадная масса и вот в на этом этапе если вы делаете с миндалем добавляйте сюда миндаль и ром вот я добавила чуть меньше чем 50 грамм то есть я добавил 25 грамм потому что еще расскажу что у нас будет ребенок поэтому ему собственно это не нужно а кофе мне было уже заваривать ради 25 грамм блинки вот а вы можете использовать или 50 грамм рома можете заменить слегка коньяком можете просто крепкий кофе сделать и добавить тоже будет смотрите белки в свою массу я ввожу в три этапа то есть чтобы масса у нас оставалась нежная и воздушная я это делать буду в три этапа и тогда она у нас кстати не упадет перемешиваем лопаткой стараясь как бы снизу вверх вот так у нас менее нарушается белковая структура то есть поддеваете снизу и перекидывайте как бы я даже не знаю как это объяснить собственно смотрите сами и сейчас в общем третий этап я добавлю свои белки у меня будет кольцо на 20 сантиметров я кстати очень пожалела что поставила кольцо надо было взять обычную разъемную форму потому что у меня при выпекании немножко по бокам начала вылазить моя масса поэтому я потом не сфотографируем потому что некрасиво получилось когда я достала его из духовки вот то есть немного поплыло у меня под низом следующий раз я обязательно возьму лучше обычную разъемную форму вот и тогда у меня все получится чтобы не было куда вытекать моему десерту хотя он я бы не сказала что он жидкий он довольно такой он просто очень нежный вот у меня 20 сантиметров здесь у меня десерт у меня учитывая что у меня еще частично выбежала я же говорю там под низом немного у меня получилось где-то сантиметра три три с половиной высоту когда его ставите в духовку на температуру 180 градусов на 30 минут потом как это я делаю всегда со своими тортиками убавляю температуру до минимума и еще 10 минут он у меня там доходит чтобы он не пугался тут сильно моей комнатной температуры холодной по сравнению с духовкой то есть не забудьте так сделать когда вы его достанете тортик начнет немножечко у вас садиться потому что он очень нежный нежный а шоколад тяжелый не пытайтесь достать его сразу из формы дайте ему остыть потому что внутри там жидкий шоколад то есть горячий шоколад растопленный у вас поэтому и еще большой совет вот собственно мои уже разрезанные кусочки это кстати уже последнее что осталось после прихода моей подружки мы частично покушали и не сняли целиком вот и вот последние два кусочка которые у нас остались от моего тортика отлично это тортик идет с пломбирным мороженым просто суперский пломбир и шоколад просто сочетание невероятное а если он у вас достоится все-таки до завтра или до послезавтра что бывает очень редко этот кусочек разогрейте 10 15 секунд в микроволновке чтобы внутри подтаял шоколад и положите кусочек мороженого и у вас реально будет мягкая нежная супер шоколадная такая прям обалденная структура с мороженым очень очень вкусно а с вами был кекс что было непонятно спрашивайте так что буду рада вам своим отзывом ставьте пальчики вверх пока пока